Здравствуйте, уважаемые видео-слушатели! Я Эдуард Солдатов, продолжаем создавать наш станок. В этом уроке будут описаны подходы при сборке механической части. Основной принцип настройки таков – не следует привязываться к геометрии конструкции. За основу берем плоскость, которую мы выводили максимально точно, остальное не важно, и никак не будет влиять на качество конечного результата. Пока стол достаточно легкий, переворачиваем его и крепим все, что будет снизу, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Сборку начинаем с установки винтовой передачи и мотора для оси Y. Болтов придется вкручивать немалое количество, поэтому, чтобы что-то не пропустить и не забыть, все надо делать в определенном порядке и ничего не откладывать на потом. Сборку ШВП начинаем с установки алюминиевого переходника на гайку. Предварительно я прогоняю резьбу, так как производитель не всегда дорезает ее до конца. После насаживаем подшипники на хвостовики винта и крепим собранное ШВП к средней балке в отведенные места согласно нашего чертежа. Далее устанавливаем мотор. Есть несколько вариантов крепления мотора. Самый недорогой по средствам уголка. Вариант дешевле, но трудозатратней. Надо повозиться, чтобы точно сцентровать хвостовик винта и вал мотора. При этом обязательно надо проверить сам уголок, чтобы угол был прямым. Если надо, отрихтовать. Нередко производитель подводит и в этом моменте. Люфты в болтовых креплениях позволяют точно выставить и зафиксировать все соединения. Дальний от мотора конец ШВП окончательно не затягиваем. Второй вариант крепления мотора несколько дороже, но значительно упрощает работу. В данном случае крепление мотора и подшипник ШВП сидят в единой металлической обойме и уже сцентрованы. Остается лишь правильно закрепить и не переживать за соосность мотора и винта ШВП. Пока стол перевернут, клею на ножки резиновые подошвы. С нижней частью мы закончили и теперь переворачиваю стол для дальнейшего одевания каркаса. Для будущей установки четвертой оси можно на данном этапе или заранее установить уголки, которые будут служить направляющими. Такой подход позволяет при снятой столешнице увеличить диаметр обрабатываемой поверхности. Далее подгоняем и рассверливаем нижнюю балку для соединения с порталом. Данная балка будет связывать портал и ШВП для оси Y, которую мы установили в первую очередь. Теперь приступаем к установке ходовой части. В первую очередь обязательно подтягиваем все винты на рельсах. Редко производитель делает это тщательно. В общем и все детали нужно заранее осматривать на предмет каких-либо механических повреждений. Далее прикладываем направляющие, аккуратно насаживаем ролики, крепим болтами портал к направляющим и прокатываем его по рельсам. После меряем насколько направляющие отступают от края металлического профиля. Подгоняем, как говорится, по месту. Одно дело чертежи, другое по факту. Ведь портал может гульнуть при сваривании или сама столешница может быть не идеальной ширины. Снова все демонтируем, оставляем лишь одну из направляющих. Отмеряем расстояние от края профиля, которое мы вычислили до этого. Отмечаем все отверстия, керним, рассверливаем, нарезаем резьбу. И сразу жестко и навечно притягиваем первую направляющую к нашей конструкции. Теперь эта направляющая будет служить главным отправным вектором, от которого будет выстраиваться вся дальнейшая геометрия станка. Как ранее отмечалось, мы не будем отталкиваться от каких-либо габаритов конструкции, так как она у нас по определению не идеальна. При помощи угольника примерно на середине чертим тонкую линию под углом 90 градусов относительно выставленного рельса. Впоследствии по этой линии будем выставлять портал. Снова устанавливаем вторую направляющую портал. Портал притягиваем болтами, но не сильно, чтобы была возможность воспользоваться люфтом для дальнейшей настройки. Проверяем расстояние между рельсами, чтобы они были строго параллельны друг другу. Приставляем угольник к порталу и к отмеченным заранее меткам на плоскости станины. Таким образом, по крайним точкам, выставляем портал перпендикулярно оси Y. Далее аккуратно затягиваем все болтовые соединения и хорошо прокатываем портал по станине, для того, чтобы второй незакрепленный рельс стал в удобное для себя место. Далее по месту размечаем вторую направляющую. Снова демонтируем портал и по известному сценарию крепим второй рельс к станине, опять же не дожимая болты. И снова устанавливаем портал. С помощью угольника выставляем его по нашим координатам и жестко фиксируем. Лишь после этого, прокатывая портал по рельсам, окончательно затягиваем винты по всей длине второй направляющей. Рельсы на оси Y я закрепляю болтами через одно отверстие, остальные сажу на заклепке. После переходим к следующему этапу. Размечаем координаты для установки направляющих на портале. Приставляем угольник к порталу и отталкиваясь от него, а не от края профиля, отмеряем расстояние для установки направляющих. Отметки делаем как для верхней, так и для нижней направляющей. Тем самым мы обходим возможные недочеты конструкции. То есть даже винт или отклонение портала от вертикали не повлияет на точность выставления механической части станка. Также используя данный угольник как линейку, проверяем одинаковость высоты портала относительно плоскости стола в крайних его точках. Если разница есть, используем подкладки между подошвой портала и роликами. Снова снимаем наш портал и приступаем к его обвязке. Начинаем с установки ШВП. Задача установить винтовую пару и мотор по средней оси портала. В данном случае установка мотора осуществляется с помощью уголка. На момент записи я еще не пользовался описанным выше соединительным узлом мотора и ШВП, просто не знал о его существовании. Сегодня я использую их, так как это упрощает и ускоряет установку данного соединения. Хочу обратить внимание на настройку роликов. Подтягиваю их до отсутствия люфта, но не более. Чтобы перемещение было свободным, рекомендую применять резьбовой фиксатор, чтобы вибрации не вызывали самопроизвольное раскручивание поджимных винтов. Устанавливаем направляющие рельсы на портал по сделанным заранее меткам. Так как метки сделаны нами точно, с правильной привязкой геометрии, выставляем и фиксируем их сразу жестко и навсегда. Также не забываем настроить ролики. Ролики, кстати, бывают и с одним поджимным винтом. Считаю этого достаточно. Второй боковой винт я просто фиксирую, доведя его до легкого упора в обжимную обойму. Теперь, наконец, мы можем окончательно зафиксировать портал по известному уже принципу и приступить к установке оси Z. В первую очередь, через прокладку привязываем ось Z к гайке ШВП. Далее, используя угольник и подкладки, выставляем ось строго вертикально относительно плоскости стола. Для удобства я фиксирую линейку магнитом. После этого отмечаем места под отверстия для крепления к роликам. Делаем это как для верхних, так и для нижних роликов. Данный подход применяется для того, чтобы не возиться с подгонкой прокладки под определенный зазор. То есть, фактически мы подгоняем не прокладку под зазор, а ось под прокладку, которая у нас есть в наличии. После снимаем, рассверливаем и устанавливаем ось Z на портал. Данная конструкция разработана мной и предполагает немало возни при изготовлении. Гораздо проще взять за основу плоскую платформу и привязать к ней все остальное. По классическому варианту. Тут уж решать вам, стоит заморачиваться или нет. Крепление шпинделя имеет небольшое вращение за счет люфта. Это дает возможность с помощью угольника выставить его строго перпендикулярно плоскости стола. Точнее это получается сделать, когда шпиндель и столешница установлены, и угольник приставляется непосредственно к шпинделю. Далее подгоняем нижнюю балку. Делается это в непосредственной близости к мотору, потому что данный узел закреплен жестко. После окончательной установки нижней балки перегоняем портал в противоположный конец и затягиваем второй подшипник, поддерживающий ШВП. Таким образом портал как бы сам подводит подшипник в нужное место для окончательного крепления. Данный подход следует применять для настройки всех осей. Далее из композитного материала алюминий пластик я изготавливаю и устанавливаю кожухи для пылезащиты, а также планки для крепления разъемов. Материал очень интересный, применим во многих сферах нашей жизнедеятельности, отлично обрабатывается, устойчив в различных средах. Думаю сделать отдельный видеоурок по работе с данным материалом. После устанавливаю кабель-каналы для последующей установки электрической части станка. Итак, подведем итог. Механическая часть станка собрана. Конечный результат должен быть таков. При затянутых окончательно болтах все оси должны легко и мягко перемещаться по своим направляющим, не испытывая дополнительных сопротивлений и нагрузок, что в дальнейшем будет залогом точной и надежной работы станка. На этом данный урок заканчивается. С вами был Эдуард Солдатов. Продолжение следует.